Александр Соколовский, поделец. Мир вам, братья и сестры! Хотел вас попросить, вот ту всю информацию, которую вы получили сегодня, которая в нашей мысли распространила, может быть, далеко-далеко, пожалуйста, постарайтесь сконцентрироваться на том, о чем мы сейчас будем говорить, потому что то, о чем будем сейчас говорить, оно очень важно для нас. Сегодня брат Александр сказал, что заканчивается у нас вот эта тема, серия проповедей на тему встречи с Иисусом Христом. Позвольте напомнить, мы говорили о том, что Христос имел встречу с учениками, которые шли из Иерусалима в Иерехо. Помните, это была первая наша такая беседа? А потом Христос встречался с человеком по имени Никодим и встречался когда? Ночью. А потом он встречался с женщиной, даже без имени, просто она имеет название библейская женщина-хананьянка. И встречался когда? Днем, в полдень, в сильную жару. А потом Христос встречался еще с группой людей, которые прокопали кровлю дома. И там было исцеление. А потом Христос встречался еще с одним человеком, вроде на первый взгляд нормальный парень, классный парнишка. Все с ним было хорошо, так как он думал, но только Христос так не думал. И мы считаем о том, что этот парень от Христа ушел с печалью. Как вы думаете, чем мотивировался Христос и что двигало его внутри? Что он за одним и спешил из Иерусалима в Маус, с другим он ночь проводил, вместо того, чтобы поспать. С третьей женщиной он целый спекот у дня проводил. А потом на голову ему сыпалась вот эта пыль, потому что прокапали крышу. Он это все терпел. А потом это на пыщеную парнишку терпел. Как вы думаете, братья и сестры, что Христос мотивировало? Почему он это делал? Я думаю, что правильно вы подумали, может не сказали. Это была его любовь к ним, к этим людям. Это было его милосердие и его святое сострадание. Сегодня мы поговорим, братья и сестры, об еще одной интересной встрече. Все эти встречи, которые Христос проводил, и мы о них читали, это были встречи с разными, но с живыми людьми. То, что будем читать сегодня, оно как-то отличается. Давайте откроем ваши Библии и прочитаем историю о встрече Иисуса Христа возле города Наина с матерью, которая выносила из города единственного своего умершего сцена. Иван Ветлуки, 7 глава, 11 стиха. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин. С ним шли многие из учеников и множество народа. Когда же он приближался к городским воротам, тут выносили умершего единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей, «Не плачь». И подойдя, прикоснулся к Одру, нежные остановились. И он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус, Матерь его. И всех объял страх. И славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее и по всей окрестности. Аминь. Вот это история. Братья и сестры, вам нравится эта история? А вам, пожилое население церкви, тоже нравится история? Хочу напомнить, что похороны, которые были в местах, где мы раньше жили, и вот этот похорон, о котором пишет Писание, он существенно отличается от тех похорон, которые сейчас у нас, в Америке происходят. Я прав, друзья? Существенно отличается. Поэтому давайте мы вспомним немножко, как было когда-то. Я помню, когда мы были на улице, что-то делали, и вдруг слыхали, музыка играет. И все люди оставляли работу практически, и выходили ближе к воротам, к калитке. Мужчины снимали фуражку, если на голове был головной убор, и спрашивают, кто, кто, а может и знали. И вот провожали тело человека, которого несли на кладбище. Мужчина, женщина, все равно. Друзья, но вот то, что было там, интересно, оно очень интересно, возле Наина. Представьте себе, что Христос идет, с ним всегда было много народа. Мы так читаем, что и сюда Христос шел, толпы народа приходят. И вот эта толпа, которая идет в город Наин в сопровождении Христа, она встречает другую толпу, но не радостную толпу. Несут покойника. И представьте себе, что происходит в момент встречи этих двух шествий. С одной стороны, Христос идет, и я полагаю себе, никто из окружения Христа не знает, что сейчас будет, а Христос знает. Он для этого туда идет. А здесь выносит толпа людей, плачут, маму утешают, говорят ей, не плачь. Скорее всего, она их не слышит, потому что она в большом переживании. Если кто-то из вас когда-нибудь терял своих родных, вы ей должны посочувствовать. А если вы теряли еще детей своих, то вы ей сильно посочувствуете. Вот представьте себе, братья и сестры, что мы с вами, третья сторона, смотрим, эти две толпы сближаются, сближаются, сближаются. Это мы сейчас понимаем, что здесь у этих ворот встречается смерть с жизнью. И эта смерть встречает жизнь не просто с живыми людьми, которые плачут. Нет. Она встречается с настоящей жизнью. Она встречается с даятелем жизни. Она встречается с жизнью, которая делает все живым вокруг себя. Я не знаю, как себя чувствовала смерть. Не могу сказать. Но то, что произошло что-то интересное, вы знаете, об этом мы можем побеседовать. Смерть и жизнь встретилась, а Христос встречается с матерью. И написано, что его внутри охватило чувство сожаления. Я думаю, он очень хорошо знал все об этой женщине. Он очень хорошо знал боль потери мужа. Она уже пережила одну трагедию. У нее был один сын, это была ее надежда, это было ее упование в старости, что он поддержит и вдруг что-то происходит и это последняя надежда этой женщины умирает. И Христос ее видит, эту женщину, он насквозь видит ее. Он подходит и говорит ей то же самое дежурное слово. Не плачь. Как вы думаете, она его услыхала? Я не знаю. Но то, что делает Христос дальше, очень, очень сильно поражает. братья и сестры, а вы не забыли о том, что Христос знает о нас с вами все? Вот сколько нас здесь есть, он о каждом из нас знает все. И боли наши, физические и душевные, и разочарования, и победы, и падения, может быть, непонимание в семье, с родителями, с детьми, между мужьями, между женами. И, может быть, он видит, как ты уже немножко охладел в любви к нему и в служении. Знаешь, он все знает о нас. Я хочу, чтобы я и ты никогда этого не забывал. Как об этой женщине. Он ей сказал не плачь, а потом делает шаги, останавливая процессию и говорит, юноша, тебе говорю встань. Вот этого слова еще никто не говорил этой женщине или в ее присутствии обращаясь к мертвецу. А Христос сказал, если бы эта женщина знала, что навстречу ей идет жизнь, может быть, и так не плакала бы с ней. Я не знаю, как бы мы себя чувствовали, братья и сестры, если бы мы стояли в той толпе. Вы когда-нибудь видели, чтобы мертвое тело поднялось? Вы когда-нибудь видели, чтобы мертвец, который только что лежал, он сел и начал говорить. Я вообще не знаю, как эти люди там остались как бы стоять. Да, они написаны были в страхе. И у них сразу вот в уме и на устах слово, что Бог, великий пророк восстал между нами и Бог посетил людей своих. Знаете, я сегодня не очень сильно хочу говорить о покойнике. Вообще-то неприятная тема. Я сегодня хочу, братья и сестры, не столько поговорить о физической смерти этого юноши, как я хочу поговорить сегодня вместе с вами, поделиться мыслью о символе этой смерти, который имеет история библейская для нас с вами сегодня. Думаю, что вы согласитесь, что мертвое тело этого сына вдове на Инской имеет огромнейшее значение всего для нас в 21 веке. тех, кто живой. Это, мертвец этот, это символ всего человечества, которое после грехопадения по отношению к Богу стало мертвым, включая меня и включая вас. Писание так говорит, в этом состоянии по отношению к Богу оказался весь человеческий мир. Смотрите, Писание говорит нам 2 глава 16 стих, «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, но от дерева познания добра и зла не ешь, ибо в день, который ты вкусишь от него смертью умрешь». Такое было предупреждение, и Адам с Евой это знали. Не знаю, как насчет Евы, но Адам точно знал. Он должен был ей сказать. Но, к сожалению, братья и сестры, так получилось, что, хотя предупреждение было, запретный плод все-таки был съеден. И вот результат. Библия о нем говорит Риминам 6, 23, «Ибо возмездие за грех смерть». Вот она. И по отношению к Богу все человечество, включая всех, кто бежал из Иерусалима в Ерехон, и Никодима, Хананиянку, и этого человека, который четверо принесли, и этого мертвеца, они были все одинаковые. Вот почему Христос спешил для того, чтобы с ними встретиться, и для того, чтобы их, этих людей, привести в чувство жизни. И поэтому, я думаю, друзья мои, что стоит еще раз повторить, причиной, почему Христос сделал такие вещи, была Его любовь, Его милостердие и желание помочь человеку. Будем честными, братья и сестры, ведь такую встречу Христос с нами сделал. Скажите, аминь, это слово. Вот как Писание говорит о мне и о тебе, Евгениянам 2 глава, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего, ныне в ценах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желание плоти и помыслов и были по природе чадом и гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Друзья, вот это чувство и осознание, что Бог дал нам милость встретиться с Ним, оно должно нас никогда не оставлять. Да, мы с вами, когда едем, смотрим на поселение, где люди живут, ну, такое некрасивое слово, люди без дома живут, люди, которые просто так живут, нам какое-то такое, знаете, ну, неприятно. Я не говорю, что мы их не должны любить. Братья и сестры, когда Бог смотрел на человечество, которое было в грехах, на меня и на тебя, ему было очень и очень неприятно, скажите аминь на это слово, но он нас нашел. Слава Богу за это. Благодать это знакомое для нас слово, это то, что Бог нам дает незаслуженно, а милость это то, что Бог нам не дает нами заслуженно. И поэтому я сегодня хотел бы с Божьей помощью очень кратко поговорить с вами о милосердном Господе. Это Он делал эту встречу, это Он нам сделал эту встречу. Братья и сестры, в нас закончится серия проповедей, но встречи Христос не заканчивает с людьми, которых Он хочет спасти. Скажите аминь на это слово. Эти встречи сегодня, если может быть сегодня в собрании есть тот человек, который еще не имел встречи со Христом. Братья и сестричка, друг дорогой, он желает с тобой встретиться. Пойми, что он знает все о тебе и нечего прятать тебе. И поэтому сегодня я хочу поговорить о Боге нашем, но вот с одной точки зрения о милосердном Боге. Знаете, только то, что в Писании написано. Я хотел бы, чтобы мы вместе посмотрели на масштаб милости Господней. Вот то, что написано в Библии, сколько ее у Него есть. А потом я хочу, чтобы мы посмотрели вместе, вот чисто в нашей практической жизни, в каком направлении, в какой области, в какой отрасли, в каком значении Бог проявляет нам милость Свою. И еще одна мысль, которую я хочу, братья и сестры, сегодня сказать себе и вам напомнить, как мы должны относиться к этой милости. Это очень серьезные вопросы. Итак, братья и сестры, масштаб Божьей милости. Когда мы говорим о Боге, о Его милости, то нам, людям, очень трудно себе представить этот масштаб милости. Бог вообще действует в очень огромных масштабах. во всяком, во всяком Его направлении. Он велик в своих отношениях, Он велик в своей святости, в своей мудрости, в своей силе, в своей славе, в гневе Своем Бог велик, но Он также велик в милости Своей. И поэтому, братья и сестры, Библия говорит, что милость Господа, она очень глубокая, и она простирается на тысячу родов. Посмотрите, Исход 34 глава, 6 стихи. «И прошел Господь пред лицом Моисея и возгласил, Господь, Господь Бог человеку любивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступления, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего, четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю, поклонился Богу». Братья и сестры, грубо говоря, на 50 тысяч лет, а наказание от 150 лет до 200. Вот почему Писание говорит нам о том, что у Бога милость, она очень сильно глубокая. А еще Писание говорит, что Божья милость очень высокая. Псалом 102, 11 стих. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Знаете, здесь, когда мы читаем этот текст, никогда не надо забывать последних два слова. Милость Бога такая высокая, как небо над землей, к кому, братья и сестры? К боящимся. Если ты боящийся Бога, то можешь рассчитывать на эту милость. А если ты Бога не боишься, послушай, тебе нечего на нее рассчитывать. А знаете, Библия говорит, что милость Бога не просто глубокая, не просто высокая, она еще очень широкая. Луки 6, глава 35 стих. «Бог благ и к неблагодарным и к злым». Но в лучшем случае, если бы речь шла о нас с вами и в нашем отношении к людям неблагодарным и злым, то мы лучше бы воздержались, как бы в лучшем случае воздержались от того, чтобы им отомстить. Ну, это так по-нашему, как я полагаю. А Бог, братья и сестры, и в этом его отличие, что его милость настолько высока, настолько широка, что он и к неблагодарным, и к злым милость проявляет. А еще Писание говорит, что Божья милость, она очень твердая. Исаии 54 глава. «Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя». Так Библия говорит. Друзья мои, и когда мы говорим о том, что говорит апостол Иаков в своем послании, во второй главе, то написано, «Ибо суд без милости, не оказавшему милость, милость превозносит и над судом». В отношении к нам с вами Бог больше руководствуется милостью, чем справедливостью. Скажите, аминь, на это слово. Поэтому, друзья мои, когда мы говорим о масштабе Божьей милости, я больше не буду вместе цитировать о масштабе, мы понимаем, что она очень сильно высокая, очень сильно глубокая, очень сильно широкая, очень твердая и очень славная. Поэтому, друзья мои, я хочу сказать, что мы в нашей жизни должны благодарить Господа за то, что именно эту милость Он нам проявляет. Второе, на что я хотел бы посмотреть вместе с вами, цитируя Священное Писание, в чем Божья милость проявляется к нам? Вот мы живем, приехали в Америку, неплохо обустроились, да? В чем она проявляется сегодня к нам? Это очень важный момент, потому что иногда человек может попутать Божью милость со своими достижениями и приписать то, что Бог дает человеку, себя приписать. И вот тогда будет катастрофа. Итак, друзья мои, Писание говорит нам, о том, что милость Господа, она природой управляет. Матфея 5, глава 45 стих, «Ибо Он помолевает Солнцу Своему вотходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Без милости Господа, без Его святой воли не будет дождь идти». Поэтому мы иногда просим у Господа дождя. Не будет ветер дуть, не будет солнце восходить, на рыбалку не сможете поехать, на векейшн не сможете поехать. Друзья мои, это то, что Господь нам посылает. Милость Господа, милость Господа, она очень сильно, благословенно управляет природой. А еще милость Божья дарует человеку материальные блага. Я сейчас говорю вам историю. Скажите, о ком я говорю? Один человек возвращался назад в свое родство, он имел два больших стана перед собой, он имел много жен, много детей, и он сказал Господу такие слова, «Не достоин я всех милостей, всех благодеяний, которые ты сатурил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня есть два стана». Чьи это слова? Кто это сказал? Это сказал Иаку, братья и сестры. Когда он прослужил у Лавана и вот приобрел такое множество, он не сказал, «Слушайте, я 20 лет работал, это все мое». Нет, он в этом видел милость Господа. Братья и сестры, эмигранты, а ну-ка вспомните, с чем вы сюда приехали? У вас в руке было две сумки и маленькая ручная кладь. И это все. А скажите, кто из вас уже переезжал с одного жилья на второе, сколько нужно было машин, чтобы ваши нажитки перевезти? Я хочу, чтобы мы могли понимать, что все, что мы имеем, Бог нам посылает. А знаете, есть интересная статистика, мне она очень понравилась. Если у тебя есть на столе пища, если на твоих плечах есть одежда, если есть крыша над головой, если есть постель, чтобы поспать, ты лучше имеешь положение, чем 75% людей на земле. Слышите, братья и сестры? Поэтому все ваши нарекания, все ваши несогласия, пожалуйста, приостановите. Другие люди хотели бы иметь хоть чуть-чуть того, что вы имеете, но, к сожалению, а если у тебя есть деньги в кармане или есть аккаунт в банке, если ты имеешь чуть-чуть средств, то ты, брат и сестра, принадлежит к 8% людей на земле богатых. Слышите? Славяне, вы же богатые, что молчите? А знаешь, а если ты никогда не испытывал ужасов бомб, которые рвутся над головой, если ты никогда не испытывал тюремного одиночества, если тебя внутри твой желудок в спазм не брал от голода, слушай, ты счастливее, чем 500 миллионов людей, которые живут на земле. Материальные блага Господь посылает. А знаете еще, сегодня уже прекрасный текст брат прочитал, Господь нам жизнь продлевает. С вами вечером ложимся спать, устали, уснули, кто-то храпит, кто-то не храпит, кого-то толкает, кого-то нет. А утром подымаемся, все нормально. Пошли умылись. Все нормально. Братья и сестры, Писание говорит, брат читал сегодня по милости Господа, мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Друзья мои, Бог спасает людей от смерти по милости своей. Я читаю историю, а вы скажите, о ком речь идет. Битие 19 глава. И как он медлил, то мужи, те по милости к нему Господней, взяли его за руку, жену и двух дочерей и вывели и поставили вне города имя человеку как? Лот. Друзья, милость это незаслуженный дар, его нельзя заслужить. Но мы должны знать, что та же Библия говорит о том, что кому-то в милости было отказано. сыновья Аарона они принесли огонь чуждый. И милость Бог не проявил. Один человек, его имя Оза, он руку простер, вроде для хорошего дела, ковчег придержать, переворачивается. И Бог поразил. А еще одна была пара, которая классное дело сделала. Мы бы сейчас их приветствовали в церкви. Анания и Сафира. Сделали хорошее дело, но не до конца, с обманом. И Бог милости не проявил. Друзья, я вам хочу сказать, что эти примеры в Писании, они не просто, чтобы были написаны. Многие из нас, славяне, эмигранты, мы повинны перед Богом в самовольстве, в недостатке благоговения перед Богом, в обмане. Многим из нас ропот, ну, какое-то, знаете, неудовлетворение, оно известно сегодня. Бойтесь Бога, братья и сестры, потому что милость Божья может быть отнята от нас с вами. Писание говорит, что Господь по милости возрождает нас. Когда Он нам сделал встречу, Он нас возродил. Тит нам пишет об этом. Возрождение это самое великое чудо, которое Бог делает по милости своим людям, которые каются пред Ним. Без возрождения люди в небо не попадут. И это делает Господь сегодня. А еще, милость Божья прощает согрешение людям. Да-да. Когда ты чувствуешь, что здесь кошки шкребут, как-то так нехорошо. Обманул, своровал, слукавил, ты идешь к Господу и просишь Господи, прости. И только по Его милости эти кошки убираются. По Его милости. А знаете, братья и сестры, самое великое, мне кажется, явление милости Божьей, это было, когда Бог отдал своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы каждый верующий имел жизнь вечную. А знаете, люди добрые, что Бог милостью Своей помогает создавать семьи. Если сегодня есть люди, которые думают о создании семьи, молодые парни и девушки, это только по милости Божьей. И если вы хотите такой благословенной семьи, простите у Господа. А знаете, что Бог семьи сохраняет? Сегодня есть тот, который хочет разбить все семьи. Лукавый. Все семьи, особенно христианские. А Бог сохраняет эти семьи. Знаешь, знаете, еще есть одна мысль в Писании. Я не могу ее не прочитать. Это касается лично нас с вами. Послушайте. Иногда мы думаем, что мы приходим в Божий дом по своей доброй воле. Иногда нам кажется, что это я участвую в том, что я сегодня здесь есть. Это я к этому отношусь. Это моя заслуга. Давид так не думал. Пятый Псалом, восьмой стих. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Послушайте. Участвовать в служении, проповедовать, петь, посещать дом Божий, братья и сестры, это не наша заслуга. Я хочу, чтобы мы могли понимать, только по милости Господа мы приходим сюда. Сколько людей сегодня наших братьев и сестер. Они тоже дети Божьи, но они не имеют возможности. У них церквей нет. Собраться нет возможности. А мы здесь. Поэтому, когда ты получил милость приходить сюда, братик, сестричка, приходи. Когда ты получил милость служить Богу, служи и пусть никак. И никто тебя от этого не отстранит. А знаешь, Писание говорит, что милость Божию мы получаем в скорбях. Писание говорит, что милость Божию мы получаем в исцелении. И я думаю, что каждый, кто пережил исцеление в своей жизни, он двумя руками поднимет вверх к Господу с благодарностью за то, что он получил исцеление. Милость Божья утешает, Писание говорит. Милость Божья оживляет. Очень интересную историю я прочитал за человека Мартина Лютера. И вот этот пример я хочу сегодня нам сказать. Он был хороший человек. Он сделал большущие дела для того, чтобы как бы Бог через него сделал. Но он был таким человеком, который очень часто падал в уныние. А среди нас есть такие, которые падают в уныние? Или нет, братья и сестры? Честно скажите, не надо лукавить. Так вот, в очередной раз, когда Мартин Лютер был темнее воды и темнее ночи какой-то, жена смотрит плохо с ним. Она быстренько уходит в другую комнату, одевает на себя траворную одежду, черное все, а дело пришло и село. Он посмотрел, что случилось. Она говорит, Бог умер. Как говорит Бог умер? Бог не умирает. Да, говорит, но ты всем своим видом показываешь, что он уже умер. Друзья, дорогие, иногда мы с вами так делаем. Всем нашим видом показываем, что Бог наш умер, и он за нас забыл, и он не существует, и он нам не помогает. Друзья, Библия говорит о том, что милость Божья защищает нас от врагов. И когда мы говорим за ворги, мы сразу ищем, кто у нас враг. Послушайте, не ищите. Ваш враг пришел сюда вместе с вами. Мир ваш враг, ваше тело ваш враг, и сатана ваш враг. Больше врага, чем ваше тело, вообще-то, и не существует для вас. Так вот, Бог, его милость защищает нас от наших врагов. А вы знаете, когда-то апостол Павел писал пожелание и говорит, что я это пишу, как получился милость быть верным Богу. Так вот, верность нашу, нашему Господу помогает сохранить нам милость Божья. А еще милость Божья дарует нам служение. Вы знаете, это прекрасное. Смотрите, посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Они получили служение по милости Божьей. Слушай, мы с тобой это понимаем. Это очень важно. И потому никто никак, ни при каких обстоятельствах не мог забрать у апостола желание служить. А у них были проблемы. Очень много. Нам с вами очень далеко. Знаете, одно из самых таких благословенных служений, это служение вспоможения, о чем мы сегодня говорили. С него начинается. А потом, когда люди верны в этом служении, Господь дает милость людям продолжать свою жизнь. Знаешь, Бог призывает отступников по милости своей возвратиться. И еще много вещей в нашей жизни чисто практической Господь делает именно по милости своей. И последняя мысль. Как я и ты должны относиться к милости Божьей? Знаешь, она тоже не безразмерная. Она тоже не бесконечная. Спасибо, друзья, вы пели очень красивые псалмы сегодня. И в том псалме было, что Бог заберет свою милость. Слушайте, зачем ему забирать свою милость? А он заберет. Знаете, есть очень серьезный текст в Писании, книга про Рока Еремий, 15 глава, 6 стих. Ад. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Знаете, иногда мы нашим детям, может даже и внукам, говорим, 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 не получается, что-то применяем, не получается. Но есть последний метод. Знаете, Бог, когда на нас смотрит, тучкается с нами, тучкается, тучкается, а потом он однажды сказал, я устал, милый, братья и сестры, бой от нашего Господа. Поэтому цените милость Божью больше своей жизни. Ибо милость Твоя, говорит Псалмопевец 62-м Псалмопевец, лучше, нежели жизнь. Просите Господа явить вам милость. Просите Господа. Как делал мытар, вдали стоял. Господи, он просил, чтобы Господь просто был милостив к нему. Писание говорит нам, чтобы мы могли вспоминать милости Божьей. Вспоминайте, братья и сестры, все милости. Не надо писать карандашом. Держите их в сердце. А их очень много. А еще, братья и сестры, воспевайте милость Божью в вашей жизни. Просто пойте Псалмы. Сегодня прекрасные Псалмы пели. Милости Господней полна вся земля. Друзья мои, это воспевание, оно очень приятно для Господа. И еще одна мысль. Терпеливо ожидайте милости от Господа. Ожидать милости очень трудно. Знаете, нам легко говорить кому-то, ну подожди, ну поменяется что-то. Но ждать ее трудно. А Писание говорит, что надо ждать. Писание говорит о том, что есть препятствия в нашей жизни для милости Божьей. Это грехи. Всевозможные. Они будут препятствовать нам с вами в милости Господней. А еще Писание говорит, что мы могли проявлять милость к другим людям. Вот это трудная вещь, братья и сестры. Я вам честно скажу, я думаю, что и вы подтвердите. То, что Господь написал в Писании, мы это знаем, с милостивым Бог поступает, милость Его, с искренним иск, с чистым, с чистым, с лукавым, по лукавству. Но нам, людям, очень трудно делать дела милосердия. Поэтому Писание говорит, что Христос однажды сильно обличил фарисеев. Он сказал, горе вам, книжники фарисеи, лицемере, что даете десятину с мяты, с аниса, с тмина. Оставили важнейшие законы суд, милость и веру. Все было нормально у них, а вот милости не было. Братья и сестры, перестаньте быть судьями. Перестаньте быть теми людьми, которые умозаключение делают. Будьте для кого-то адвокатом. Это трудно. Это нелегко. Но милость Господня именно этого желает. Мой вопрос, если вы будете с людьми поступать в милость его, нет ли опасности, что сядут на шею? И мой ответ, есть опасность. И сядут. Нет опасности в том, что будут пользоваться вашей добротой. Есть. И будут пользоваться. А скажите, разве Христос не разрешал этому, чтобы люди так с ним поступали? Если мы хотим быть похожим на него, нам нужно так делать. Это трудно, друзья. Это трудно. Когда ты делаешь добро, а в ответ идет невосприятие, то сразу мысль, зачем мне это надо? Такая наша человеческая, но она неправильная. Поэтому, братья и сестры, Иисус Христос когда-то сказал человеку, как ты думаешь, кто был ближним из тех, кто попался разбойнику. А он ответил, тот, кто оказал милость. И что Христос сказал? Иди, и ты поступай так же. Это совет нам. Но я думаю, братья и сестры, последнее, что я хочу сказать, самое величайшее благословение милости Господней ожидает нас в будущем. Послушайте, когда придет тот момент, о котором Писание говорит, ибо с ее говорим мы вам Словом Божьим, что мы, живущие, оставшиеся до предшествия Господня не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении и при гласе Архангела и Трубе Божьей сойдет с неба, мертвые воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретим Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Вот это самые благословенные братья и сестры, которые ожидает церковь Иисуса Христа. Но перед тем, пока мы еще на земле, друзья, не забывайте о том, что милость Бога, она велика, она проявляется в разных сферах нашей жизни, и к милости Господа нужно относиться очень осторожно и с благоговением. Мы сейчас будем молиться, и я хочу, чтобы в нашей молитве мы просто сказали Богу искренное спасибо за то, что мы получили милость от Господа в разной форме. Если кто-то хотел попросить у Господа милости встретиться с Ним, это тоже можно сделать во время молитвы. И никогда в нашей жизни не забывайте милости Господней. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, перед тобой мы склоняемся в молитве и благодарим за то, что имеем благословение быть в Доме Твоем. Господи, благодарим Тебя за то, что мы можем в нашей жизни на своем опыте переживать милость Твою, которую Ты к нам проявил. Господи, слава Тебе за то, что Ты дал нам благословение встретиться с Тобой. Слава Тебе за то, что, Господи, с этого момента Ты работаешь над нами. Господи, Ты дал нам милость жизни, милость служения, Ты дал нам милость врачевания, милость спасения. Господи, все то, что нам необходимо для физической жизни и жизни духовной, Ты нам дал, Господь. А сейчас я хочу попросить за себя и за моих братьев и сестер. Господи, помоги нам помнить милости Твои. Помоги нам осознавать, что все, что в нашей жизни мы имеем, это по Твоей милости. Помоги, Господи, согласиться с теми, что и переживания наши, и трудности, они тоже по Твоей милости, чтобы достигнуть у нас Твоего результата. Господи, заслужение, которое Ты дал мне и моим братьям и сестрам, благодарность Тебе. И прошу Тебя, пусть никто и ничто, ни из людей, ни с ангелов, ни с демонов, не сможет нам, Господи, стать причиной, чтобы перестать славить имя Твое. Господь, мы ожидаем благословенной встречи с Тобой. И поэтому помоги нам, Господи, прожить жизнь на земле с Тобой, чтобы в небесах быть с Тобой. Молюсь за тех, кто, может быть, есть в собрании, но он еще не имел этой милости встретиться с Тобой. Господи, подари Ему эту милость. Во имя Иисуса Христа прошу. Аминь. Братья и сестры, прославим Господа еще одной песней. Наша надежда, Ты Христос.